Дорогие коллеги, доброе утро! Большое спасибо, что вы сегодня приехали к нам все из разных городов. Кто-то местные жители, кто-то совсем местные прямо из Амельки пришли. Очень приятно ваше внимание к этим вопросам, которым мы сегодня будем заниматься. Курс у нас такой камерный. Хотелось бы выявить какие-то у вас вопросы более актуальные для каждого из вас. Формат такой нам позволит сегодня с вами поближе познакомиться. Меня зовут Носова Мария Александровна. Я порядка 18 лет занимаюсь конкретно только мокогеневанием гордонтальной хирургией. Это моя работа, моя любимая гордонтология, которой я посвящаю все свое свободное время. И в научном каком-то контексте, и в клиническом приеме. Естественно, что за годы накоплен очень богатый уже клинический опыт применения всевозможных материалов, методик и так далее. Ну и следуя последним тенденциям мировых каких-то направлений, разных школ. Конечно, сегодняшнее наше с вами общение будет посвящено, наверное, самым актуальным в последнее время проблемам. И я была в апреле на симпозиуме международном. Он проходит ежегодно в госпитале Самарфаэля. Это государственный институт итальянский, который содержится на федеральные деньги. И, соответственно, не привязан никому коммерчески, ни к какой фирме-производителю, что позволяет им вести очень адекватные исследования. Они связаны и независимы ни от кого. Конечно, это очень ценное. Но вот исходя из того, что я услышала, и столько лекторов было известно, знаменитых со всех стран. И четыре дня были такие насыщенные. Для меня какие-то выводы пришли после этого симпозиума. Я бы хотела сегодня с ними тоже поделиться. С ними и завтрашний день. Копиерам и пиландитам он будет посвящен тоже в том числе и вот этим новым технологиям, которые были предложены. Потому что это вообще такая пока проблема, скажем, она даже не доросла до подросткового возраста. Потому что ей всего лишь как писатель на 20 лет клинически. То есть Тармал первый писал переимплантики свои собственные. Я у него когда-то учил в 2008 году. Он уже тогда говорил о том, что я сейчас уже думаю о том, что не все мне надо было удалять и не везде ставить имплантаты. Потому что я их наблюдаю просто 20-30 лет. У нас, к сожалению, пока нет такого богатого клинического опыта по переимплантикам. Но здесь мы будем опираться, наверное, больше на опыт каких-то западных исследователей. Ну и на собственные уже примеры. Но пока что на сегодняшний день все работы, которые описаны, все литературы на итальянском, на английском языке, я, в общем, читаю то и другое. И кроме описания клинических случаев, нет никаких конкретных предложенных методик. Поэтому все равно базовая это сегодняшняя наша встреча. Она посвящена работе с мягкими тканями в области зубов. И, само собой, если вы осваиваете эти методики, то в переимплантной зоне вы себя будете чувствовать свободно. Вы просто будете знать какие-то особенности, нюансы. Но база парагонтальной химии никуда именно. Дети без нее, к сожалению, невозможно взять и стать только имплантологом и лечить только переимплантиты. Да, или только устанавливать имплантаты. То есть на сегодняшний день вот это уже невозможно. Мы все стремимся к General Dentist. В каждом каком-то своем ключе кто-то вбирает в себя максимальное количество. Специализации стоматологические, которые мы можем предоставить. Поэтому я бы хотела как анонсировать немножко вот это все просто. Все равно сегодняшний день это первый базовый. Все остальное это вытекает то, что из сегодняшнего дня. Ну а сегодня мы будем говорить, наверное, о самой большой проблеме человечества. Как у нас, так и за рубежом. Это рецессии Диснея. Рецессии Диснея вызваны различными какими-то факторами, идеологическими. Как сказал известный, наверное, всем вам профессор Зукили. Да я даже не разбираюсь, он так на лекции просто очень смешно как-то ответил. Я даже не разбираюсь, почему это рецессия. Важно, как я ее буду устранять. Наверное, это не совсем так в нашей действительности. Иногда нам нужно задуматься о том, почему это произошло и как нам вести пациента. Потому что наши пациенты сложнее, чем пациенты западные. На западе пациент приходят всегда на все согласны и готовы. И он не обсуждает ничего с врачом и не руководит его лечением. И не имеет права волос. А в Италии это преподавание. Он просто должен молиться и быть благодарен за то, что этот доктор к нему прикасается. Да, да. Это во всей медицине. Я просто там работала и я знаю как бы подход их. И это действительно так. Так же как и в Америке. Поэтому, конечно, у нас есть свои особенности ведения таких пациентов, консультирования таких пациентов. Мы не можем так с такой легкостью не учитывать этиологию. Но все-таки я с ним согласна. Она не является ведущей. Если мы выполняем правильно все методики и правильно планируем оперативное вмешательство, наш успех это 95%. В любом случае. Давайте тогда мы поближе просто прикоснемся к устранению одиночных лицессий. Мы начнем пока с самого простого. Но то, что является самым распространенным, самой распространенной нозологической единицей на сегодняшний день. По данному ВОЗ это 87% пациентов, у которых выявлена одиночная лицессия. То есть это фактически вообще у каждого в той или иной степени она есть. И естественно, что начиная работать с мягкими тканями, мы должны отнимутся с вами в экотиричную сферу, в сферу классификации. И без нее никуда дальше нам не уехать. Я не буду вас утомлять никакими научными выдержками и данными, но без того, что мы не поймем с вами, что такое классификация по миллеру, мы не можем с вами двигаться дальше. Теперь я бы хотела обратить ваше внимание на очень важный слайд. Я бы хотела, чтобы вы либо переписали, либо сфотографировали, потому что по ходу сегодняшнего общения у вас будут постоянно звучать вот эти вот сокращения. Мне было бы удобно ими манипулировать в общении с вами, потому что мы сейчас будем описывать классификацию по миллеру и употреблять все вот эти вот значения. Конечно, большинство из них вы знаете. Если какие-то вдруг они новые для вас или с сокращением вдруг какие-то новые, то просто чтобы они у вас были на виду постоянно. Если надо, я потом как-то верну, кто там что-то не понял, не записал и так далее, мы еще раз обсудим. Это очень важно, потому что понимая классификацию, вы выбираете класс сессии и вы выбираете прогноз и оперативное вмешательство, которое вы будете применять у данного пациента. И от вашего выбора и от планирования зависит результат. Поскольку наши с вами услуги на сегодняшний день, они коммерческие и они имеют определенную стоимость, мы несем ответственность не только лечебно, но и материально в связи с этим. Поэтому, конечно, мы должны стопроцентно прогнозировать оперативное вмешательство и давать пациенту абсолютно адекватное понимание, что у него будет после операции. На каждом этапе. Через месяц, через полгода, через год и через пять. То есть, разговор о том, что все парадонтологические вмешательства не гарантийны, конечно, уже не актуален. Это можно было говорить об этом, когда 30 лет назад прикладывали вату в Дисней и лечили парадонтоз. Говоря вот не корректными такими действиями. На сегодняшний день мы живем в условиях рынка строгой конкуренции, поэтому вы должны делать все стопроцентно прогнозируемо. Итак, классификация рецессии по миллеру. Начинаем с первого класса. Что она учитывает, эта классификация? Она учитывает глубину рецессии, наличие прикрепленной или кератинизированной Дисней, как хотите ее называйте. Это зависит от школы и от вашего привычного понимания. Суть ее не меняется. Если она прикреплена к надкостнице, значит, это прикрепленная Дисна. Этого достаточно. Я привыкла говорить прикрепленная, потому что я перевожу в голове с английского, и она это очень везде. Для меня она прикрепленная.